Так вот, клиент, которому вы сделали презентацию, или которому вы что-то рассказываете, и у него нет к вам возражений, это не ваш клиент, он слился. Ты зачем со мной споришь о цене? Если ты ее не готов покупать, то зачем ты тратишь свою? Также про комиссию. Самый простой путь сказать, ну хорошо, давайте дешевле. Хреновый путь. Есть два возражения, которые одним стоят куском. Все остальные возражения обо всем остаются. Снимайте этой камерой, чтобы не палить людей. Подавляющее большинство людей, которые занимаются в Москве релокерским бизнесом, это лимитчики. Друзья, привет! Перед тем, как начать, скажу вам важные вещи. Во-первых, нам нужна ваша поддержка. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно, делитесь этим видео, если оно кажется вам полезным. Это видео мы сняли на специальном выездном мероприятии, которое было организовано благодаря партнерам. Кстати, они же могут стать и вашими партнерами. Познакомьтесь. Мы RedCat, мы агрегатор. Новостройки. Какое-то количество времени назад мы захотели на базе уже нашего огромного опыта, который у нас есть в Москве, придумать такой сервис, который бы подходил всем, который бы помогал и который, наконец-то, бы снял вопросы двух сторон от застройщиков, которые говорят, зачем нам агенты, и от клиентов, которые говорят, зачем нам агенты, когда мы можем пойти напрямую. Основой, собственно, нашего сервиса и был и есть – это человеческий сервис, человеческий ресурс. Мы сохранили человеческий сервис для того, чтобы всегда была возможность снять трубку и разобраться в сложностях продажи новостройки, разобраться в сложностях регламента. Одно из, собственно, уникальных инструментов, которые у нас есть – это единое окно. Оно работает у нас постоянно и всегда на связи находится с нашими агентами и, собственно, всегда во взаимодействии с застройщиками. Одного человеческого сервиса, понятно, нам недостаточно, жизнь идет вперед, и мы придумали еще два, как нам кажется, совершенно неотъемлемых инструмента. Это бот-подбор, совсем для стартующих или совсем удаленных, потому что хочется продавать новостройки всегда не только в той локации, где мы находимся сейчас. И еще одна из составляющих, собственно говоря, над которой мы очень долго работали – это программа обучения. Мы часто слышим в московском регионе, где, собственно, откуда мы родом, возражения застройщиков, что агенты плохо ориентируются в продажах, особенно те, кто сконцентрированы на продаже вторичного жилья. В новостройки их пускать нельзя, они необычны, они не понимают, они не знают, как продавать наши новостройки, они не понимают технологии строительства и так далее. Многообразие обучающих программ существует на рынке. Мы ее создали совсем недавно. Наша программа – 5 часов обучающего курса, которая, собственно, позволяет с нуля до завершения самой сделки пройти все элементы обучения. Удобно, быстро. В нашей системе можно подключиться здесь, можно пройти по QR-коду. Можете бесплатно подключаться уже сегодня и к бот-подбору, и к обучающей системе, и к самому сервису, задавать нам вопросы. Спасибо за внимание. До встречи. Спасибо большое. У меня маленький вопрос, пока вот ролик крутится, а просто Наталья очень скромная. Сколько лет вы уже работаете в новостройках? Ой, страшно сказать. Я работаю в новостройках, да, еще с того периода времени, когда агента вторичного жилья новостройки продавать не пускали. 15 лет назад, когда немножечко иные были системы продаж, и партнерского канала, такого, как сейчас нам дают, собственно говоря, вообще не было. 15 лет. На самом деле, это абсолютная правда. В Москве долгие годы существовала система разделения всего рынка там на 3-4 агентства, и больше туда никто не заходил. И опыт у Натальи очень большой. Это одна из причин, почему у RedCat получается делать, у RedCat, да, у меня проблемы с английским, у RedCat получается делать те сервисы, которые они только что презентовали очень коротко. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Виктор Фиш. Рад вас видеть. Первое. Вы молодцы, что пришли. Перед тем, как начать, там будут сейчас слайды обо мне, я там о себе кое-что расскажу. Мне хочется понять, какая аудитория, да, чтобы я понимал, на каком уровне, какое погружение, потому что на каждый слайд можно рассказывать на разных уровнях. Поднимите, пожалуйста, руки, кто в бизнесе меньше года. Выше поднимайте, дедушка слепой. Отлично, спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки, кто в бизнесе меньше трех лет. Обратили внимание, что рук… А, вы же не видите, видишь, что только я. Рук меньше. Почему-то люди, которые считают, что они меньше года, они больше трех. Они не поднимают руки. Когда я говорю, поднимите, те, кто меньше трех. Те, кто до этого поднимал, руки не поднимают. Почему? Ну, типа, лень. Один раз поднял, хватит, да? Давайте еще раз. Кто меньше трех? Подсказка. Те, кто меньше года и меньше двух, тоже поднимают. Я понял. Хорошо, спасибо. Кто больше пяти? Отлично. Кто больше десяти? Отлично. А вы каждый раз поднимаете? То есть… Не, ну, слушайте, замечательно. Так, теперь последние заходы. Кто руководители? Отлично. Это мой самый любимый зал. Когда у вас есть новички, которые практически вообще ничего не понимают. Есть опытные, которые думают, что они уже все понимают. Есть суперопытные, которые точно знают, что то, что они уже часть из того, что они понимали, они уже забыли. Потому что это не нужно. И есть руководители, которым бы хотелось впихнуть в своих агентов максимум контента, чтобы потом разобрать и сказать, вы слышали? Так никогда не делайте. Мы делаем по-другому. Поэтому рассказывать лучше всего на такую аудиторию. Будет весело. Я буду постараться говорить быстрее, просто потому что я не люблю говорить медленно. Я могу, но не люблю. И не буду этого делать. Так, значит, смотрите. Я в бизнесе больше 20 лет. Я занимаюсь этим бизнесом в Москве. Я нифига не москвич. Как это вообще на самом деле риелторский бизнес в Москве самый злой из всей Российской Федерации. Самый конкурентный. Самый сложный. Правда, это так. Если захотите, я потом отдельно расскажу, почему. Ну, то есть не в рамках. Я выйду, вам будет интересно. Подходите, расскажу. Самый злой, и поэтому подавляющее большинство людей, которые занимаются в Москве риелторским бизнесом, это лимитчики. Это те, кто понаехали. Москва – это единственный город в мире, которым фраза «понаехали» звучит на 153 языках. Значит, это самый злой бизнес. 20 лет я, больше 20 лет я занимаюсь. Я там был стажером, агентом, экспертом, ведущим экспертом, наставником, руководителем группы, руководителем отдела. На сегодняшний день я являюсь действующим руководителем в самом старом бренде Российской Федерации. Он московский. В одном из офисов я руковожу агентами. То есть все, что я рассказываю, это наш реальный сегодняшний опыт. То есть есть темы, которые я читаю 15 лет. Но если взять ту мою презентацию, то, что я рассказывал 15 лет назад, и то, что я рассказываю сегодня, это две большие разницы, потому что бизнес очень сильно шагнул вперед. Ну, то есть небо и земля. Тогда мы продавали, собственно, информацию, потом мы продавали сервисы, сегодня мы должны продавать услугу. Потому что информации и сервисов дофига, и оно столько не стоит, сколько мы за это хотим. Сегодня мы продаем другое. Значит, кроме этого, понятно, что я там езжу, рассказываю, консультирую небольшие агентства, потому что большие – это не про услугу. Маленькие агентства – это про услугу, потому что у нас очень личностный, можно сказать, вождистский бизнес. То есть когда собственник или руководитель руководит в небольшом агентстве, руководит 10-15 людьми, они очень все лидероориентированы. То есть все очень сильно зависит от лидера. А когда структура, скажем, 100 человек, 200 человек, 1000 человек или это сеть, оно менее личностное, оно больше структурированное. Так как я не про структуру, а про услугу, то консалтинг только небольшим агентством, большие я не иду. Ну и, собственно, тренирую, естественно, агентов последние 15 лет и своих, и чужих. Я езжу по регионам, и я прекрасно понимаю, что, скажем, на сегодняшний день московский рынок и черябинский рынок разные, они разнонаправленные. У вас же не падает рынок? Цены не падают? Не снижаются. И вполне нормальная активность, ну такая относительная, не мертвая. А в Москве цены идут вниз и практически мертвая. Ну то есть рынки разные, и это правда. В мегаполисах сегодня Москва, Санкт-Петербург оторвалась от всей России и рынок другой. А в регионах он еще, можно поработать. Так, да, конечно, слушайте, вообще все, что происходит с рынком недвижимости. А почему? Потому что, ну, вот здесь был задан вопрос, просто зал не слышит. Я, когда начинаю общаться с залом, создается впечатление, что я разговариваю по телефону. Вы слышите только ответы. Потому что, когда человек с первого ряда или с третьего ряда задает вопрос, все, кто сидят ни вокруг него, не слышат. Вопрос был такой, знаю ли я, почему так происходит с рынком? Ответ такой, я знаю. Если у меня останется время, я отвечу на этот вопрос, но он не относится к нам. Слушайте, у нас пошел, значит, смотрите, до меня выступала прекрасная девушка Наталья Шаталина. Я ее знаю много лет, даже когда она еще не была в этом сервисе. Чем уникален этот собственный сервис, пока идет ролик без звука. Чем уникален сервис, генеральный спонсор которой, там стоит стойка, можете подойти к ребятам, они вам расскажут. Они не экономят, это то, что я люблю, они не экономят на людях. Сегодня самое дорогое, что у нас есть, это человеческий персонал. И почему-то очень многие решили, что если заменить нас с вами или какой-то другой персонал, заменить системой, то это офигительно работает. Слушайте, это работает ровно до тех пор, пока это Макдональдс. Пока булочка собрана, как только вы хотите из булочки вытащить что-то, добавить что-то, другую булочку без верха, без низа, система перестает работать. Проблема в том, что у нас очень сложная услуга. Наша услуга сложная, и поэтому нужен живой человек, к которому вы можете позвонить, и с которым вы можете поговорить. У них, слава богу, эти люди есть. Значит, к возражениям, ура, мы дошли до сути. Значит, во-первых, давайте так. Поднимите руки те, кто считает, что если клиент начинает возражать, это косяк, это плохо. Отлично. Поднимите руки те, кто считает, что если клиент начинает возражать, это хорошо. А те, кто не подняли руки, я такие тоже видел. Можете обозначить позицию? Вы не знаете, хорошо это или плохо, или как это, бывает по-разному, да? Это ни хорошо, ни плохо. Я вам скажу, на мой взгляд, если клиент не возражает, это плохо. Потому что это значит, что вы его не зацепили. Вы никогда не будете возражать человеку, с которым вы не готовы вступить в диалог, в отношения. Вам жалко на это время. Вы послушали, знаете, как ребенок маме, он такой… И слился. Так вот, клиент, которому вы сделали презентацию, или которому вы что-то рассказываете, и у него нет к вам возражений, это не ваш клиент, он слился. То есть зачастую, знаете, ошибка неопытного агента. Он приходит и говорит, у меня была офигительная консультация. Я людям рассказал все, что я знаю. Я вас здесь выучил дофига. Я там пятна… Они мне кивали, что-то записывали, очень сильно благодарили, встали и ушли. О чем договорился? Что? Что сказали? Ничего, сказали, что все классно, им все понятно. Они не вернутся. Они, собственно, пришли, получили какую-то информацию. Затем зачем они пришли? Они за услугой к нему не пойдут. Он им рассказал, как все хорошо происходит. Правда же? Они не придут. Вот если они ему говорят, нет, 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 подождите. А есть доп. вопросы, мы зацепились. У вас есть возражения? Вы не согласны со мной или согласны? Ну, вас спрашиваю. Не согласны. Очень супер. Мы об этом, я надеюсь, останется немножко времени, поговорим. Идея в общем. На мой взгляд… А, важный вопрос, чтобы я продолжил. Важный вопрос, задаю его всегда. Камера смотрит только на меня. Вас она не видит. Чтобы вы понимали. Честно, поднимите руку. Ну, здесь же все профессионалы. Ну, я не знаю, снимает ли она. Я думаю… А, давайте так. Снимайте этой камерой, да, чтобы не палить людей. Скажите, пожалуйста, снимайте этой камерой. Зал не снимайте. Скажите мне, пожалуйста, кто считает, что, ну, по-честному, положа руку на сердце, свободному продавцу, вот человеку, у которого квартира, где никто не прописан, никто не живет, ему нужно просто выйти в деньги. Мы не нужны. Мы не нужны. Если он в этом… Нет, если он может дотянуться до своей недвижимости, да, ну, то есть мы не вводим дополнительные вводные, да, кто считает, что мы не нужны? Я вас огорчу. На мой взгляд, это неправильно. Мы нужны всегда. Мы нужны всегда, мы создаем добавочную стоимость. Наша комиссия, собственно, 3%, 20 тысяч, 50 тысяч – это то, что собственник не получит в любом случае. Это наши деньги. Мы нужны всегда. С нами гораздо лучше, чем без нас. Это мое глубочайшее убеждение, и я с этого живу уже больше 20 лет. Если вам нравится этот контент и наш канал, то узнавать о будущих эфирах и мастер-классах проще всего на сайте m2tv.pro. А получать дополнительную информацию с анонсами о рынке и бизнесе проще всего в телеграм-канале. Сканируй код или переходи по ссылкам здесь и в описании. На мой взгляд, мое глубочайшее убеждение, что если у клиента есть возражение, значит, вы его зацепили. Он готов с вами вступить в полемику, он хочет услышать ваше мнение. Что очень важно, потому что, как минимум, он начинает прислушиваться к вам как к профессионалу. Потому что, простой пример, смотрите, стоит очередь у вас в гипермаркете, очередь на кассу. Вы стоите с тележками, стоит там 20 человек. Вдруг какой-то человек выходит из очереди и начинает говорить, а вы знаете что, и какие-то тезисы начинает толкать, все очереди на него смотрят и говорят, он сумасшедший. Ну как бы, ну очевидно, мы стоим в очереди тихо, он нам что-то начинает рассказывать. Теперь представьте себе, то же самое, та же самая очередь, выходит тот же самый человек и говорит, слушайте, я прошу прощения, мы же все равно здесь стоим в очереди в кассу. Я там аспирант университета, я пишу работу, уделите две минуты, но я вас немножко развлеку. Я сейчас скажу некоторые тезисы, и мне нужна будет ваша обратная связь. И будет говорить все то же самое, но до этого была мини-презентация. Понимаете, да, о чем я говорю? Воспринимается по-другому. Вот если он говорит сразу, вы не будете его слушать и позовете охрану. Если он сделает мини-презентацию, вы, может быть, вступите с ним в возражение. А это значит, что вы начинаете с ним коммуницировать. Значит, если у клиента есть возражение, это значит, у него есть интерес. Вы его заинтересовали. Вы знаете, как цыганки, да, держат за, когда гадают, держат за руку, меряют пульс, начинают говорить что-то, на что пульс начинает биться активнее, идем в эту тему. Точно так же, вы не можете продать все. Мы можем продать только то, что человек готов купить. И когда мы рассказываем про свою услугу, либо про свою квартиру, либо про что-то еще, человеку не нужно все знать. Если он не занимается фитнесом, ему все равно, есть рядом фитнес-клуб или нет. Если у него нет детей, ему все равно, есть рядом детский сад или нет. Но если он занимается фитнесом, ему важно, он с вами вступит в диалог, да, у него будет интерес только на интересующую его тему, вы знаете, о чем с ним говорить. Значит, Наталья говорила, у них есть обучающие, они там учат, как продавать товар. И мы сейчас с вами рассказываем, да, то, что я сейчас говорю, это то, как продавать услугу и работать с возражениями. Как я уже сказал, возражение – это вопрос на самом деле, который требует ответа. Просто зачастую человек, когда вступает с вами в диалог, говорит, эта квартира столько не стоит. Он говорит, ну, казалось бы, если вы считаете, что эта квартира столько не стоит, – вставай, уходи. Ну, как бы, ты зачем со мной споришь о цене? Если ты ее не готов покупать, то зачем ты тратишь свое время? Ну, простой вопрос. Если вы не готовы брать этот товар, вы зачем тратите свое время? А, ты хочешь со мной вступить в диалог, чтобы я тебе рассказал, почему она столько стоит на самом деле. Либо уступил, ну, то есть послушал тебя, вступил с тобой в диалог. Это же не отказ, да? Возражение – это не отказ. Потому что если я точно знаю, где купить дешевле и лучше, я на вас время тратить не буду. Я пойду туда, где дешевле и лучше. Правда же? Никто же против себя не играет? Или кто-то играет против себя? Против здравого смысла никто не играет. Правда или нет? Кто не согласен, что против здравого смысла люди против себя не играют? Поднимите руки, чтобы я знал, что такие в зале тоже есть. Супер, спасибо. Вы просто не понимаете их логику. Им кажется, что они против себя не играют. Они просто принимают. Есть просто люди, которые подняли руки. Просто мы не можем зачастую сами себе объяснить, как они принимают решения. Им кажется, если вы с ними сядете и послушаете, им кажется, что они разумны. У них есть доводы для этого. Если они не со справкой психи, конкретной, мы говорим про обычных клиентов. Так вот, ребят, если человек говорит, что эта квартира столько не стоит, то это не значит, что он отказался. Он вступает с вами в возражения. Согласны со мной или нет? Замечательно. Есть два возражения, которые одним стоят куском. Все остальные возражения обо всем остальном. Возражения про деньги и про время. Это два возражения. В смысле, почему так дорого стоят ваши услуги? Ну, для простоты, да? И когда вы, неважно, звоните по телефону и говорите, звоните по телефону и говорите, а давайте встретимся. И вам люди говорят, у меня нет времени. Вот дорого наша услуга и нет времени на встречу, нет времени посмотреть объект. Человек позвонил по вашей квартире, которую вы продаете, и вроде он заинтересован, он говорит, но у меня сейчас нет времени ее приехать посмотреть, да? Вот это вот все, нет времени. Время и деньги про нашу комиссию специфически. Не про стоимость товара сейчас. Не про стоимость квартиры. Про стоимость квартиры немножко по-другому. Я сейчас про возражения, я рассказываю сегодня и завтра про возражения не по цене товара, не по продаже квартиры, а по продаже нашей услуги. Заостряю на этом внимание, да? Значит, когда вам клиент вас послушал и говорит, ну, я замечательно, я бы нанял себе риэлтора, но вы дорого берете? Типа, ну, дорого. У вас сколько средняя комиссия? 50? 70? Процентное соотношение сколько? 3? 4? 3. Смотря какое… Ну, а как это, Гоги сколько будет дважды 2? 157. Гоги дважды 2 будет 4. Ну, 5. Ну, 6. Ну, 19. Ну, никак не 157. Я понял. 3-4. Ну, то есть на самом деле от 40 тысяч до 100 тысяч. Кто сколько продаст? Я правильно понимаю? Ну, примерно. Так вот, когда вы говорите, мои услуги, предположим, будут стоить там 3%, он послушал, что вы будете делать, он говорит, дорого. Или когда вы делаете холодный звонок, вроде все нормально, он говорит, да, 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 я понимаю. Вы ему говорите, ну, когда удобно встретиться? Сегодня, завтра? Я когда подойду, посмотрю квартиру, все с вами обслужу. Говорит, вы знаете, у меня нет времени на этой неделе. А я сегодня не могу, на этой неделе нет времени. Это про одно и то же возражение, ребят, все. Это все про одно и то же. Должен сказать, да, это то, что я уже говорил, ребят. Человеческий фактор никто не отменял. У них очень хороший сервис. И вы поднимаете свой профессионализм, когда с ними работаете. Собственно, вот смотрите, какая прикольная штука на самом деле. Ред Кэт, помните, я сказал, да, что он про людей с людьми, и он не экономит на людях. Казалось бы, сильно дешевле вот всех этих молодых ребят, девушек, которые на стойках работают, прислать в Челябинск, чтобы они обошли все ваши компании, поговорили с руководителями, у вас внутри выступили, в каворкингах ли, да, в агентствах выступили. И на этом, собственно, все закончилось. По деньгам сильно дешевле. Они говорят, нет, мы хотим показать и доказать, что мы про людей. Как бы зарабатывать нужно все вместе. Мы привезем спикеров, мы заплатим деньги. Мы заплатим деньги, чтобы люди что-то получили, кроме сервиса охренительного, на который нужно подключиться, чтобы вы что-то получили. Так, ускоряемся. Как найти время клиенту? Все очень просто. Представьте себе. Кто ходит к зубным врачам? Поднимите руку. Чтобы вы понимали, я вас так часто прошу поднять руку, чтобы просто понимать, что вы не заснули. Я-то точно не засну, потому что если я засну, вы услышите бум. А вы поднимаете руку, я понимаю, что эти люди точно не спят. Вот смотрите, вам звонит секретарь зубного врача, звонит и говорит, как вас зовут девушка? Алена. Здравствуйте, Алена, вы у нас давно не были. Значит, вот зубной врач говорит, что нужно прийти на профилактический осмотр. Он бесплатный, потому что вот, когда вам удобно на этой неделе? Алена говорит, слушайте, мне на этой неделе неудобно. Ну, как бы все занято на этой неделе. Ну, пипец. И что делает секретарь зубного врача? Когда вам удобно, мы работаем допоздна, мы можем начать раньше. Начинает искать в Алене время. Мы можем в выходные. То есть начинает искать время. Серьезно? Можно найти, оказывается, время? Типа в сутках не 24 часа? Я, говорит, работаю 25 часов в сутки. А он говорит, в сутках 24. А я на час раньше встаю. Да, вот как у меня сегодня с Челябинском и Москвой. Разница. Я встал на час раньше. По Москве, да, чем... Значит, идея вот в чем. Невозможно человеку найти время. Это про что? Это про значимость, ребята. А если представьте себе, Алена говорит, слушайте, у меня на этой неделе нет времени. А секретарь зубного врача такая, говорит, я вас понимаю, Алена, но я хочу вам напомнить, что смотр бесплатный, очень короткий, в удобное для вас время. А если вы это время, вы, Алена, не найдете и придете к нам с острой болью, будет не вовремя, больно, дорого и очень мало будет держаться. Поэтому пожалейте себя, Алена. Вам когда удобно на этой неделе? Понимаете разницу? Что сказала Алена? Алена сказала, время у всех, это ресурс ограничен, он одинаковый. У меня в списке приоритетов вас, ребята, нет. У меня есть более важные вещи. Недопроданная важность. Недопроданная важность. Секретарь не ищет время Алене. Секретарь объясняет Алене, почему это важнее, чем многое другое, что есть у Алены на этой неделе. И если секретарь делает это правильно, если вы делаете это правильно, если вы клиенту говорите, я понимаю, мы все занятые люди, все хорошо, Но, встретившись со мной, уделив полчаса на этой неделе, вы и на этой, и на следующей и так далее сэкономите себе кучу времени и денег. Как так? Слушайте, давайте встретимся, я все расскажу. Мне нужно полчаса. Важность. Ребята, невозможно найти время, нужно найти важность. Как создать ценность? Очень просто. Вы правда должны знать, почему мы нужны свободному продавцу. Для того, чтобы создать ценность, лучше с человеком сначала поговорить, чтобы понять, что ценно для него. Потому что если для меня ценно пиво, а для вас здоровый образ жизни, мне вам пиво не продавай, я боюсь, что будет бах-бах и мимо. Клиенту не нужно все. Вот помните, я говорил про стажера, который говорит, я ему 20 минут рассказывал, рассказал все, что знал. Человек был супердоволен, но он ушел. Не нашли его ценность. Возражения для этого нужны. Там, где клиент возражает, то ему и важно. То, для чего не важно, он возражать не будет. То, на что не важно, поэтому, чтобы вы знали, мы как мужья практически со всем соглашаемся. Потому что там, где клиенту не важно, он возражать не будет. Поэтому мужчины такие спокойные и так много готовы уступить. Потому что для нас это не уступить. Потому что для нас мы вообще разницы не понимаем. Если бы вы нас не спросили, мы бы не заметили. Поэтому, когда она приходит ко мне, моя любимая жена, и говорит, слушай, а вот так или вот так? Она думает, что я думаю. Я на самом деле думаю. Знаете, над чем я думаю? А какая разница? Так нет. Я пытаюсь как бы... А потом я делаю осознанный выбор. Я пытаюсь понять, она сегодня... Что для нее? Первое предложение... Вот если бы она выбирала сама, она выбирала первое или второе? Я пытаюсь угадать. После больше, чем 20 лет совместной жизни, я ей честно говорю, скажи, как надо, я не угадываю. У меня 50 на 50, я не угадываю. Потому что, если я не то говорю, она говорит, ты что, не понимаешь, что так не нужно? Жалко времени. Сразу скажи правильный ответ. Давай я его обведу, и мы пойдем дальше. Так вот, ребята, с ценностью все то же самое. Найдите, что для клиента ценно, и продавайте ему это. Если для клиента, который продает свободную квартиру, ценно, свободное время, то есть то, что вы освободите его, ему не нужно будет принимать звонки, ему не нужно будет делать встречи, ему не нужно будет общаться кучу времени со всеми, со всеми эти странными людьми, продавайте ему это. Если ему ценно денег, то правда заключается в том, что брендированная компания продает дороже, чем физическое лицо на рынке. Это правда, статистическая правда. Я, как представитель компании, продам квартиру не только за счет профессионализма, но и за счет бренда, ребята. Бренд на рынке стоит денег. Опять же, будет время, мы об этом поговорим, но не сегодня. Почему компания продает дороже, сколько стоит бренд на рынке? Значит, если ему важны деньги, продавайте это. Если ему важна надежность, что тот покупатель, которого вы у него приведете, он не потратит время, он реально получит деньги. То есть цель же не избавиться от квартиры. Если у кого-то цель избавиться от квартиры, я принимаю в дар. Без вопросов, даже плачу за это налоги. У него цель получить деньги, надежно к определенному времени. Опять же, мы надежнее. Это правда так. Мы за счет компании, за счет руководителей, за счет сервисов, мы надежнее. Мы подскажем. Если ему важно конвертироваться по определенному курсу, опять же, мы эффективнее. Продавайте ценность ему, как определить ценность. Ответ очень простой. Это там, где он возражает. Поэтому два возражения, когда мы продаем нашу услугу, когда мы продаем нашу услугу, у меня нет времени и очень дорого вы стоите. Это не про деньги. Ну, вот смотрите, давайте просто. Сколько средняя зарплата, ребят? В городе? 50? 50? Ну, средняя. Кто-то получает 30, кто-то 70, 80, 60. Вот, чтобы вы понимали. Смотрите, идея в общем. Почему я говорю, что в Москве рынок злее? Ваша комиссия, ваша комиссия, это примерно средняя одна месячная зарплата. Понимаете, да? В Москве комиссия минимум три зарплаты. Три, четыре, пять. Минимум. Иногда бывает, если зарплата хорошая, две зарплаты. Так вот, вы приходите к человеку и говорите, давай я тебе помогу, давай я тебе помогу, но ты на месяц со всей семьей продаешься мне в рабство. Вы не будете ни есть, ни пить, ни мыться, ни ездить на общественном транспорте. Все денежки мне. И он такой, а я стесняюсь спросить, а что вы за эти деньги делать будете? И когда он вам говорит, это дорого, вы такие, не, нормально, потерпите, меньше поедите. То есть, он когда говорит дорого, он имеет в виду дорого. Он имеет в виду, что он не понимает. Это не про то, что, ну, то есть, он понимает, сколько стоит машина, он понимает, сколько стоит квартира. То есть, простой вопрос. Опять, да? Вы что будете делать? Ценность в чем? Это не про деньги. Это не про деньги. Это про то, что он не понимает, как со встречей. Я почему? У меня 150 тысяч дел на день, да? Список целый. Почему я должен эти дела отодвинуть и встречу с вами передвинуть наверх? Почему мне эта важность? Это про ценность. Точно так же про комиссию. Самый простой путь сказать, ну, хорошо, давайте дешевле. Хреновый путь. И вы неудовлетворены. Я когда мало денег получаю, я очень плохо делаю работу. Я понял это в свое время и перестал делать работу за маленькие деньги. Ни уму, ни сердцу. Ни денег, ни качества. Я не люблю некачественно. Я люблю качественно. Но если я понимаю, что как это, как сказала та няня, да? Вы недоплачиваете мне, я недолюбливаю ваших детей. Да? Значит, вот так невозможно. Про ценность, ребята. Да, я заканчиваю. У меня 30 секунд, которые растянутся в полторы минуты. Передайте привет Борису. Он умеет это делать. Значит, а, вон он. Значит, смотрите, ребята. Про ценность. Каждому клиенту ценно что-то свое. У нас есть разные психологические классы клиентов. Есть люди с мышлением эконом. И вот как раз про них мы периодически думаем, что они не мозгами думают, они выбирают чем-то другим. Есть мышление на рынке. У нас есть мышление людей бизнес, которые считают, да, я готов платить, но я должен понимать, за что. И сегодня на рынке практически людей с мышлением VIP нет. Это пережитки прошлого. Я их застал. Вы их не встретите. Все на сегодня. Я прошу прощения, что было скомкано. Я старался быстро говорить. Важное изменение наступило в 22-м году. Монетизация на YouTube для российских каналов была отменена. Но мы не останавливаемся, ведь наша миссия продолжает создавать уникальные и интересные материалы для вас. Для этого мы перешли на платформу Boosty, где каждый может поддержать нас и содействовать развитию канала и рынка. Здесь мы делимся эксклюзивными видео, созданными нашей редакцией и при этом без рекламы. Наш видеожурнал на Boosty это сборник полных версий видео, отобранных командой. Подписка на журнал доступна всего за 90 рублей в месяц. Это небольшой вклад в большое дело в создание качественного контента для вас. Но это еще не все. Мы предлагаем дополнительные уровни подписки, где собраны обучающие материалы для агентов и руководителей, чтобы помочь вам достичь новых высот в своей карьере и бизнесе. Кстати, теперь помимо видео мы размещаем посты с текстами и материалами. Например, скрипты, чек-листы, инструкции, презентации, образцы договоров и даже целые книги. Подробнее обо всех возможностях подписки вы можете узнать на нашей странице boosty.tu.ru slash m2.tv или на сайте m2.tv.pro slash 100. Запомните m2.tv.pro 100. Далее нажимайте вкладку в мобильном об авторе или читайте правую колонку, если зашли на платформу с компьютера. Все уровни работают по принципе матрешки. В более дорогие включены все более дешевые. Замечу, что к большинству материалов можно получить доступ, оплатив разово за конкретный пост. В нашей подписке вы найдете мастер-классы и выступления лучших спикеров с различных мероприятий, включая жилконгресс и форум движения. К тому же мы предлагаем уникальные материалы, созданные специально для вас в нашей студии. Вы всегда можете узнать, какие материалы включены в тот или иной уровень подписки, используя фильтр и выбрав тег соответствующего уровня либо на сайте m2tv.pro слэш подписка. Наш премьер уровень подписки «Мы вместе» идеально подходит для корпоративного аккаунта вашей компании. Этот уровень предлагает неограниченный доступ к записям, позволяя руководителям обучать агентов в любое удобное время. Но это еще не все. Вы получите доступ не только ко всем предыдущим уровням, но и к эксклюзивным материалам для самих руководителей. Узнайте о стратегиях развития бизнеса, методах управления персоналом, секретах франшиз, а также о новейших технологиях в менеджменте и в маркетинге. Статистика говорит сама за себя. Из 15 подключений в 14 продлевают подписку или повышают уровень. Почему? Ответ прост. Те, кто уже воспользовался нашими материалами, понимают, что ценность полученной информации значительно превосходит ее стоимость. Подпишитесь и развивайтесь в профессии СМ2ТВ. Все ссылки находятся на экране и в описании. Мы ждем вас в нашем сообществе на Boosty. Продолжение следует...